Так называемый педофил из Имманты, жертвами которого стали четыре маленьких девочки, залег на дно. Об этом заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис. По его словам, активные поиски. Мужчины продолжаются. На данный момент проверено уже более 100 лиц. Однако задержанных пока нет. При этом есть и существенный плюс. За то время, пока полиция усиленно контролирует улицы микрорайона, криминогенная обстановка в Имманте стала намного лучше. Козловски заверил, что полиция не расслабляется и продолжает розыск. Также глава МВД заявил, что разыскиваемый педофил явно страдает душевным расстройством. В полиции допускают, что он несовершеннолетний, которого скрывает семья. На сегодняшний день улицы и дворы Имманты патрулируют общественные патрули, а также переодетые в гражданское сотрудники полиции. Тем временем детям в Иммантских школах рассказывают, что делать, если на них нападут. А в микрорайоне повсюду расклеены изображения разыскиваемого. Приметы мужчины. Рост 165-170 сантиметров, на вид 15-20 лет, может быть старше, но выглядит молодо. Темные, короткие, немного кудрявые волосы, густые брови, узкий лоб. Лицо в шрамах от прыщиков. Скошенный нос на руках родинки. На руке может быть шнурок или цепочка с крестиком. Латвии не стоит ввязываться в политические игры крупных держав. В данный момент самое разумное просто помалкивать, заявил мэр Венспол Сайвер Лембергс. В России ценится умение молчать. И таким маленьким, как мы, надо помолчать. Малыши в средней группе детского сада могут кричать, что им не нравится сейм. Но политика от этого не изменится. Латвия в мире имеет значение такой средней детсадовской группы. Поэтому мы выглядим смешно, когда начинаем слишком суетиться и лезть под ноги большим. Все же понимают, что мы никто, сказал политик. Лембергс отметил, что латвийские бизнесмены, у которых есть интересы в России, в политику не лезут. Не может существовать такой предприниматель, который готов пожертвовать прибылью ради конфронтации между государствами. К тому же сейчас у бизнеса нет национальности, считает он. Лембергс в очередной раз раскритиковал идею размещения в Латвии контингента НАТО. В интервью Лембергс выразил мнение, что американские солдаты не готовы сражаться за Латвию. Латвийская армия должна состоять только из титульной нации, чтобы в случае военного конфликта на нее можно было положиться. Такое мнение выразил депутат от нацобъединения Янис Домброва. Об этом он написал в социальной сети Twitter. Латвии стоит обратить внимание на печальный опыт Украины, где армия состоит не только из представителей титульной нации, написал Домброва. В свою очередь, евродепутат Сандра Калнета считает, что если президент России Владимир Путин оккупирует Донецк, так же, как и Крым, эта оккупация не будет последней. Уже выданные временные виды нажительства в обмен на инвестиции аннулировать не будут, заверила глава правительства Лаймдота Страуима. Напомню, Совет правящей коалиции одобрил предложение Нацблока предоставить правительству право временно приостанавливать выдачу видов нажительства в Латвии гражданам третьих стран. МВД совместно с Министерствами иностранных дел и юстиции должно будет подготовить соответствующие предложения и направить их в Сейм на рассмотрение. Страуима пояснила, что правительство может приостановить выдачу видов нажительства, если посчитает, что такая практика угрожает безопасности Латвии. Но для этого необходима очень тонкая формулировка, на чем сегодня и работают ответственные структуры. Юрист Юрий Соколовский заявил, что согласно новым поправкам, выдача видов нажительства в Латвии может быть приостановлена не только за покупку недвижимости, но и в других случаях, которые, впрочем, не относятся к вопросам работы, учебы или личной жизни. Есть еще и другие пункты законного иммиграции, которые, например, позволяют, вложив определенный вклад, который нельзя возвращать в течение пяти лет в банки латвийские, можно получить вид нажительства. Есть там такой пункт, которому можно вложить в основной капитал работающего предприятия и получить вид нажительства. Я думаю, что речь идет именно об этих пунктах, потому что другие пункты, связанные с семьей, вряд ли могут затронуть, потому что это касается вопросов воссоединения семьи. Между тем, представитель нацблока Дзинтерс Расныч уточнил, что выдача ВНЖ может быть приостановлена не только за покупку недвижимости, но и в других случаях Минюсту в сотрудничестве СМИТ и МВД поручено разработать соответствующие предложения. Компания AirBaltic из-за снижения спроса приняла решение отменить полеты Рига-Симферополь, которые пользовались спросом у латвийцев на протяжении последних семи лет. Об этом рассказал вице-президент службы коммуникации AirBaltic Янис Ванакс. Каждое лет мы запустили эти полеты в июне-июле, то есть на летний сезон, когда самый прекрасный сезон для отдыха. Но на этот год, естественно, так как спрос был на такие пункты назначения, как Варна, Бурга, Спалмайорка, Сардиния и резко упал спрос на Симферополь, мы были вынуждены отменить эти полеты. Естественно, часть билетов была резервирована, и, естественно, каждому клиенту мы сейчас предлагаем индивидуальные решения, удобные для их путешествия, или предлагаем компенсации, то есть другие альтернативы. И, конечно, полностью возвращаем деньги, потраченные на полеты. Ванакс также добавил, что представители латвийских авиаперевозчиков активно следят за событиями на Украине, но для них главным показателем закрытия рейсов является спрос, а не обстановка в тех или иных городах Украины. Напомню, на протяжении уже семи лет компания AirBaltic на летний сезон открывала рейс Рига-Симферополь, который до начала украинского кризиса был востребован среди латвийцев. Министр образования и науки Инна Друвета начала переговоры с представителями нацменьшинства, вступающих против перевода системы образования на госязык. Министр считает эти встречи вполне продуктивными, так как они проводятся в официальной обстановке, а не во время пикетов. Об этом Микс-ТВ сказала сама Инна Друвета. Уже несколько семинаров подряд мы обсуждаем педагогические и методические вопросы. Один из таких семинаров состоится и в этот четверг. Я наконец-то за столом переговоров, а не на улице встретилась с людьми, предоставляющими разную точку зрения об образовании нацменьшинств. В четверг я собираюсь встретиться с господином Бузаем и господином Гульманом, которые проявили желание побеседовать. В субботу я приму участие в форуме родителей, предоставляющих национальные меньшинства Латвии. Отвечу на вопросы и выскажу свою точку зрения. Коалиция уже приняла политическое решение. Министерству образования и науки, в свою очередь, надо обеспечить педагогическую и методическую основу этому, чем мы и занимаемся. Мы заботимся о подготовке учителей, о выделении средств на образование и об информировании общества. Это три наши главные задачи, которые до осени мы собираемся реализовывать. Добавлю, что штаб защиты русских школ планирует очередную акцию протеста против перевода образования на госязык. Эта акция состоится 10 апреля. Премьер Лаймдута Страуима обеспокоена планами увеличения численности чиновников в системе госуправления. Об этом она заявила при рассмотрении в правительстве нескольких вопросов, которые предусматривают создание новых штатных мест в госучреждениях. Премьер выразил обеспокоенность в связи с тем, что в госуправлении вновь создаются новые штатные места, хотя государство в последнее время пыталось их сокращать. Почти в каждом министерстве есть новые штатные места. Меня тревожит то, что мы двигаемся в направлении массового создания новых рабочих мест, сказала Страуима.